Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Не получается договориться с бывшим мужем по финансовым вопросам. Именно из-за этого развили и сейчас, когда вы в который раз разъехали, шли деньги на карточку, а мне они без нормы стоят. Сама себя и нашего общего ребенка в состоянии обеспечить. Жили в моей добрачной квартире с ремонтом новой краской мебелью. Время от времени я что-то обновляю за свой счет. Заработки у нас одинаковые, но когда живем вместе, они считают нужным складываться на совместный бит. Туще зарплату, к примеру. Пытались договариваться, вроде обещают, но как к делу, я такого не обещал. Рукань, ссоры, деньги, примирение. Опять узнен договор, который он не хочет подкрепить даже в смс. Прошу, напиши. Пишет, обещаю. Спрашиваю, что? Пишет другое смс, давай. Спрашиваю, что давать. Сколько? Игнор. Я подала на алименты, может, не так обидно будет, если снова сойдемся. Я прихлебателя возле себя торпеть не буду. Каждый месяц одну и ту же тему поднимать устал. Вот его, такое поведение, зачем ему? Может, я чего-то не понимаю в мужской логике? Вряд ли вы веселят наши разборки. Я в Кневе проезжаю с танком так, что само его жалко потом становиться. Но дело здесь не в мужской логике, а в том, что и вам тоже для чего-то эти ссоры нужны. Дело в том, что и вас видят эти разборки точно так же, как и его, не веселят. Но, тем не менее, вы тоже, так же, как и он, участвуете в этих разборках, имеется в виду, снова и снова и снова и снова. Вот. Значит, какая-то выгода есть. Какая-то выгода есть. И у вас какая-то выгода есть. И у него тоже какая-то выгода есть. Поэтому дело здесь не в том, что веселит или не веселит. Допустим, вас или, допустим, его. Вот. А дело здесь заключается в том, что у ссоры, у ссор, точнее у ссор, всегда есть в общем и целом вторичные выгоды. И эти самые вот вторичные выгоды в данном случае и определяют ту самую модель поведения, которое вы со своим мужем вместе придерживаете. Вот. Это, пожалуй, то, что нужно отметить в самом начале. А если, вот, если спросить, допустим, меня, то я бы сказал со своей стороны, что у вас есть сложность в психоэмоциональная близость в психоэмоциональной близости. Вот. Люди именно ссорятся, да, конфликтуют, скажем так, именно тогда, когда у них есть проблемы в близости. Вот. Ну, психоэмоциональная. Вот. Когда люди боятся сближаться. Вот. Ну, как-то страшно, может быть, сближаться, да. Как-то, может быть, непривычно сближаться. Вот. И люди используют различные ухищрения для того, чтобы и чувства свои выразить. И чтобы при этом слабыми не быть. Вот. Вот. Мне показалось, что вы с своим мужем во многом конкурируете. Мне показалось, что вы с ним во многом как-то боретесь. Мне так, по крайней мере. Я, конечно, не знаю, как обстоят дела на самом деле. Вот. То есть, ну, я могу чего-то не знать. Вот. Ну, нет. Так, опять же повторюсь. Показалось. Вот. Что вы с ним конкурируете. Вот. Да. Ну, в частности, вот. Как раз. Из-за того, что у вас как-то вот. Заработок получается довольно-таки схожий. Вот. И это, конечно, может быть, осложняет процесс ваших взаимоотношений. Есть такое чувство, что у вас больше страсть со супругом. Вот. Больше страсть, нежели чем какое-то вот принятие, да. Вот. Какое-то взаимное уважение и так далее. То есть, ну, не хочет ваш муж, да, там, платить. Вот. Вот. Это не хорошо и неплохо. Вот. Это его. Такое, получается, решение. Вот. Вот. И вот такая позиция. И проблема здесь, на мой взгляд, заключается в том, что вы не принимаете вот какой-то выбор, да, какое-то вот решение вашего мужа поступать вот так. Опять же, не важно, вот, хорошо это или плохо. Давайте посмотрим. Вы пишите, что развелись вы из-за финансовых вопросов. То есть, это вот в данном случае настолько важно для вас, вот, что вы из-за этого развелись. Вот. То есть, ну, как бы, вряд ли. Вряд ли. Кто-то вас будет в этом винить. Ну, то есть, вам что-то не нравится, да. Вы совсем, ну, совсем не обязаны, не обязаны это терпеть. Вот, если вам что-то не нравится. Ну, вопрос-то в чем? Вопрос в том, что вы как-будто своему мужу все время даете шанс. Вот в чем штука. То есть, вот, как будто бы, снова и снова, да, вы даете ему шанс своему мужу. Снова и снова и снова, вы говорите ему, типа того, ну, давай, что-то... Исправьте. 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 Говорите вы. А он... этого не делает. Как будто. Сейчас, в который у нас разъехали, шлю деньги на карту. Смотрите. Когда он рядом с вами, он денег не дает. Когда он не с вами, он присылает деньги на карту. Деньги на карту. Вот. То есть, я знаю, как вы можете относиться к тому, что сейчас скажу. Вот. Но. Но. На мой взгляд, вы подавляете своего мужа определенным образом. Ну, вот. Каким-то образом. Вы подавляете его. Подавляете его. Так? Вот. Что ему не хочется. Почему-то. Да? Вас обеспечивает. Вот. Это, конечно, очень интересный вопрос. Что вы делаете? Такого? Да? Вот. Ну, вот. Своим поведением. Своими действиями. Что вы делаете? Такого. Что вашему мужу не хочется для вас что-то делать. Вот. Это прямо интересно. На мой взгляд. Я бы предложил здесь, конечно, рассмотреть. Ваше поведение. Рассмотреть ваши отношения. Ваше поведение. Ну, вот. К своему супругу. Вот. К. Себе. Ну, вот. В отношениях с ним. Может быть. Дело все в том, что вы так же, как и он, опасаетесь проявлять какую-то слабость, может быть, вы так же, как и он, опасаетесь проявлять какие-то чувства, может быть, вы так же, как и он, не привыкли выражать свои эмоции, может же быть такое, понимаете, поэтому, на мой взгляд, здесь очень важно разобраться с тем, как конкретно вы себя ведете. А вот без этого, на мой взгляд, вам будет довольно сложно. Ну, так скажем, выстраивать дальнейшее взаимодействие со своим мужем, особенно, если вы хотите как-то вот дальше с ним взаимодействовать. Дальше, значит, мне не безнадобности, я сама себя иначе врубил в состоянии обеспечить. Тогда зачем, если вы в состоянии обеспечить, для чего вы тогда просто просите у муж денег, точнее, в каком контексте, тогда вы просите у своего супруга деньги. Я говорю здесь не в том контексте, вы поймите, пожалуйста, что вы не должны этого делать. Я говорю в том контексте, что понимаете ли вы и понимает ли ваш муж, например, для чего вы просто у него денег. если он знает, что вы себя сами обеспечите, способны, вот для чего вы получите, то зачем ему давать вам деньги. Если вам хочется, там, внимания от него получить, допустим, если вам хочется о поддержке какой-то от него, допустим, то об этом так и желательно прямо сказать. То есть это вопрос именно, вот что называется, что называется прямоты. То есть это вопрос того, насколько вы прямо можете сказать ему о том, что вы чувствуете, о том, что вы на самом деле хотите, не просто требований денег, а именно психоэмоциональный контекст, психоэмоциональный контекст, того, что вам хочется. Ну, от супруга в том числе хочется. Вот. Понимаете? Дальше. Так, заработки у нас одинаковые, но когда живем вместе, что-то меняется когда вы раздельно. Немножко по-другому. Вот. Пытались договариваться, вроде обещают, но как делаю, я такого не обещал, но тут нужно смотреть, как именно вы приходите к этим обещаниям. Вот. Из чего именно вытекает, что-то называется, ваш такой вот, как, скажем, диалог. Вот. Потому что пока что это не совсем понятно. Вот. Я бы сказал, что совсем непонятно, как вы пришли к тому, что вы пытаетесь договариваться насчет денег. Вот. Дело в том, что, ну, совершенно очевидно, да, что вы же вот как-то, ну, поженились, да, а вот вы, ну, как-то стали вместе быть, в этом смысле. Вот. У вас даже ребёнок есть, вот, то есть вот вы, ну, смогли, таки, да, получается его завести, вот, то есть ваши отношения, они были, ну, довольно-таки такими, скажем так, активно развивающимися. Вот. И что-то произошло? Попел? Вот. Что-то случилось? Попел между вами? Что привело к такому разладу. Вот. Интересно, конечно, было бы выяснить, что. Далее вы пишете руку института, деньги, примирение, опять вот на договор. А здесь я вот опять же не знаю, ну, замечаете вы это или нет. Вот. Но, то, что, то, что ПО возникают в ссоры, они возникают и по причине вашей ответственности, то есть вы так же как и ваш муж, а вносите вклад в конфликт. Вот. Нужно понять и увидеть, какой это вклад, нужно понять и увидеть. Что вы делаете для ПО возникают в ссоры? Что вы делаете для того, чтобы сладче страны в ссоры возникло, что вы делаете для того, чтобы примирение страны возникло. Вот. Дальше. Вот вы говорите, значит, прихлебателя рядом с собой терпеть вы не будете. Говорите вы. Ну, хорошо. Но, тем не менее, вы, получается, одну и ту же тему, да, поднимаете, вы. Постоянно. Со своим мужем. Вот. И это разве не означает, что вы терпите как раз, ну, вот, прихлебателя. как раз. Ну, и, естественно, немножечко смущает тот факт, что человека вы называете прихлебателем, а он как бы ваш муж и отец муж. Вашего ребенка. Вот. То есть, для вас он просто прихлебатель. Человек, который не вкладывается, это значит, что вы требуете от него, по-видимому, вкладываться. Вот. Хотя, объективные необходимости с точки зрения вашего мужа, может для этого и не быть. Вот. потому что, ну, вы одинаково, что называется, зарабатываете, да, одинаково вы получаете и как-то вот необходимости в том, чтобы конкретно обеспечивать, вас мужчина может не видеть. Вот. Поддерживать вас. Допустим, ну, просто, просто чтобы поддерживать, да, опять же, для этого нужно видеть вас слабо. Вот. То есть, ну, нужно видеть, что вы слабо. Нужно видеть, что вам нужна помощь. Вот. Если человек, мужчина этого не видит, вот, то, 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 и желание поддерживать вас у него сильнее возникнет. Вот. При этом он может вас, конечно, ценить, он может вас бояться потерять. Вот. Что, в принципе, на мой взгляд, вполне нормально и естественно. Вот, собственно, для чего и вполне вероятно посылать вам денежные средства. Опять же, всех, всех тонкостей не знаю, да, и не могу утверждать наверняка. Вот. Но, на мой взгляд, история выглядит именно, именно такой. Ну, в первую очередь, именно так выглядит история здесь. Вот. Далее. А вы пытаетесь понять его, то есть его логику, вместо того, чтобы разобраться в себе, то есть не нужно его понимать. Но, на мой взгляд, вам нужно понять себя. Вот. Понять, чего хотите вы и как вы хотите. Понять, что вы, например, как вы хотите. Чувствуете к своему мужу вообще? Да, то есть, ну вот, буквально, какие у вас к нему чувства? Что это за чувства? Когда он не дает денег на это и так далее. Что вы чувствуете? Вот, когда буквально он не дает денег. Какой вы себя чувствуете в этот момент, это очень важно. Очень важно заметить. И как вы обращаетесь со своими чувствами? Как вы их выражаете? Вот, это очень важно, на мой взгляд. Деталь очень важная, на мой взгляд. Аспект, потому что от этого зависит то, как вы выстраиваете свое взаимодействие с ним. Вот. А вот как-то так, я думаю, можно ответить на вопрос, который вы задаете. Вам никто не скажет? Вам никто не скажет? Вам никто не скажет, собственно говоря, вследствие чего человек поступает так, как поступает. Вот. Потому что, ну, в данном случае чужая душа подъемка, да, то есть понять, что им может двигать. Это в высшей степени неблагодарное дело. Вот. Поэтому вот как-то так. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу обращать. По моему ответу, я определлиз grants See What happened! Продолжение следует... По моему ответу...